Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме инвесторов Ютроэк ТВ. Меня зовут Игорь Суздальцев и мы начинаем передачу инвестиционной идеи за сегодня 13 августа 2020 года, четверг. Ждем активный трендовый день. Напомню, что 13 числа традиционно всем участникам Ютроэк ТВ всегда везет, поэтому делайте сегодня что хотите, покупайте, продавайте. Удача подстерегает вас за углом и вы от нее не скроетесь. Вот такие правила 13 числа на Ютроэк ТВ. И давайте посмотрим, а в каких инструментах можно испытывать свою удачу сегодня. Посмотрим с помощью технического и фундаментального анализа и затем выберем наиболее интеграционные инструменты на сегодня. Итак, друзья, евро-доллар. Вы помните, Оксана говорила о том, что мы ударимся в 1.19.20 и потом резко пойдем вниз. Мы поснижались пару дней, а вот вчера, в очередной раз постучавшись в сильную поддержку 1.17.35, все-таки ушли наверх. Сейчас 1.18.23, так-то еще 100 пипсов до цели Оксаны, но я считаю, попытаться сегодня заработать на этом было бы очень хорошо, тем более, что философия Оксаны, мы ролик на эту тему делали, включает в себя идею того, что в четверг евро входит активнее всего. Вот. Никто не знает толком, почему это происходит, но то, что четвергеты неактивного движения евро повторяются достаточно часто. Куда он пойдет, никто не знает, естественно, но поскольку с утра мы открылись наверх, может быть, постоять с целью Оксаны наверх, имея в виду дальнейшее хорошее движение, мне кажется, интересным. Фунт доллар. Тут интересно. Вчера вывались вниз, и уже народ поверил, а потом пошли наверх, в очередной раз уперлись уже только в рамках более широкого торгового диапазона, уперлись в верхнюю границу 1.30.67. Внизу вчера была разводочка, причем капитальная. Ну, не знаю, друзья, куда теперь пойдем. Пока стоим на границе пробоя отбой. Если евро вчера пробил, то шел наверх, здесь фиксировано, то фунтик продолжает нас дурить. У меня нет мнения по фунту. Доллар, японская иена. Та же история. Пробили наверх, но сегодня развернулись. Прямо на границе мы стоим в сильной зоне 1.168.1. Тоже нет у меня мнения по такому пограничному инструменту. Доллар, швейцарский франк. Вчера, ну, здесь вот технический анализ на 100% сработал. Вчера мы ударились в сильную зону, сопротивление 0.9172, даже вошли в нее, но все равно развернулись и пошли вниз. Поэтому сегодня цель 0.9075 выглядит очень правильно. Это 24 пипса вниз. Вот это, мне кажется, сегодня основная тема и может быть. Потому что швейцарец с точки зрения теханализа убедительно показывает дальнейшее движение. Ну и доллар канадец, конечно, друзья, удивляют очередной раз. 1.3243. Вчера показали наверх. Вот мы уже настроились на заработки, потому что у меня куплен доллар канадец очень высоко, а он бах и опять провалился. Ничего, кроме наблюдений, здесь не остается. Наблюдаю. Крыться не буду. Принципиально посмотрю, так сказать, чем это закончится. Вот. Но дальнейшее снижение возможно, на мой взгляд. Здесь мы обозначили сильную поддержку. 1.3225. Пойдем ли на ее пробой сегодня или нет, я не уверен. Поэтому я в этом инструменте не работаю сегодня. Друзья, австралийский доллар, доллар. Ну посмотрите уже сколько дней в узком таком торговом диапазоне. То уже надо ждать, куда вывалимся. Гадать не будем. Куда вывалимся, туда и пойдем. Доллар турецкая лира. Вот доллар турецкая лира дает заработать мощно. Опять пошла наверх. Это валютная пара 7.3319. Доллар доминирует здесь, причем мощными такими движениями. Да, я считаю, доллар-лира можно покупать. Вполне себе тема. Да, друзья, вчера мощное, хорошее движение. Давно мы его ждали. Сегодня чуть вниз. Но я думаю, что пойдем наверх. 13.233 пипса. Пункта. Вот наша цель. Хотя с утра немножко снижаемся. Та же история по S&P 500. Я считаю, что мы пойдем наверх на все хаи, которые только существуют. Вот. И моя цель выглядит как 3.400, конечно. 3.400. Тут осталось 28 пунктов. Не сказать, что это прям огромное количество. И сейчас мы на открытии стоим. Жду наверх. Мне кажется, S&P 500. Покупка. Очень интересная тема. Золото, друзья. Золото вчера вытащили из глубин. Закрылись в минусе. Сегодня открылись с гербчиком вниз. Но идем наверх. Текущая цена 1927 долларов. И я бы посоветовал сейчас наблюдать за этим уровнем. Объем мы его поднем или нет. Зазывается он 1927. Тут тоже можно сформировать узкий такой торговый диапазон. Но узкий в категориях золота. И посмотреть, куда вывалимся. У нас двое участников предупреждали, что может быть тренд наверх завершен. Поэтому давайте посмотрим, как это работает. Я бы ожидал психологически больше движения вниз. Может быть, сейчас бы и продавал, чем покупал. Далее, друзья. Серебро – та же история. Тоже можно выделить за два последних дня. Вот такой узкий торговый диапазон. Потому что вот это нестандартное, конечно, мощное движение вниз. Оно такое особенное. Оно бывает раз в сто лет. И так же, как и по золоту, кстати говоря. Здесь тоже, я бы ждал, пока вывалимся. Психологически вниз тоже. Ну, а нефт радует, друзья. WTI, сентябрьский контракт, 4253. Прекрасно. Все, мы вышли из всех уровней. Цель наверх. Может быть, Хаян, который у нас на графике 43.51. То есть доллар наверх я вполне бы видел в ближайшее время. Сегодня, завтра. Вполне, вполне. Нет ничего, во всяком случае, я не вижу ничего ни в каком поле, ни в техническом, ни в фундаментальном, которое бы прямо говорило, что все закончилось. Нет. Мы торгуем интер-дей, речь ведем о сегодня. Поэтому сегодня вот бренд, например, 45-27 в моменте. Вчера пробили наверх, сегодня уже сделали ретест. Ну, почему бы доллар здесь наверх не пройти? Хорошая тема. Натуральный газ. Тоже, друзья, встретили поддержку здесь. Ее можно назвать как 2.134. И теперь движение наверх. 2.269 вполне себе допускает, друзья. Доллар, китайский юань. Оба наобновляют лаи. Даже сегодня обновил лаи. Это интересно, коллеги. 6.92.63 доллар уступил. Пойдет наверх или нет? Большая тема. Потому что теперь сильная поддержка стала сильным сопротивлением. Я бы сегодня посмотрел на китайский юань. Пробьет он наверх дорогу или нет. Доллар-рубль. А доллар-рубль, к сожалению, чувствует себя увереннее. Доллар вчера вырос. И сегодня никаких лаев он не обновил. 73.66. Ну и, судя по всему, движение на 74.27 можно ожидать. Здесь есть зачем понаблюдать. И надеяться, что отсюда отполкнут. Сильная зона сопротивления начинается с уровня, с отметки 73.66.67. Ну давайте смотреть. Пробьет, не пробьет. А вдруг не пробьет. Вдруг пойдет назад в рамках торгового диапазона вниз. Ну, судя по состоянию дела в российской экономике, на это надежды немного. Но, тем не менее, торопиться покупать я бы не стал. Да, картина иная, чем по юаню. Но, тем не менее, а мало ли. Далее, коллеги, глобальные новости. Конечно, в центре внимания Беларусь. Протестующие продолжают свою акцию. Разные новости из разных сфер идут. Повторять не буду. Вы в СМИ это все видите. Удивил президент Беларуси Лукашенко. Он собрал совещание о ситуации в стране. Он сказал, что основа протестующих, люди с криминальным прошлым и безработные. О, так нельзя, свои граждане, господин Лукашенко. Так нельзя. Люди, так сказать, только экономическая ситуация выводит людей на улицу. Значит, с экономикой что-то не проза, работать невозможно, детей прокормить невозможно. Вот в чем суть любого протеста. И не надо вот это выдумывать. Ничто. Поэтому, я считаю, это большая политическая ошибка господина Лукашенко. Ну и понятно, на нее тут же отреагируют оппозиционеры. Тем более, новости, я смотрю со стороны подавления протестов, они такие очень тревожные. Уже всех немножко они пугают. Вот, например, милиция признала стрельбу в Брестке по протестующим на поражение. Оба-на. Это как это? По своим людям. В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах жилого дома. Тоже как. А что там творится-то? В этой ситуации ловят на Нобелевской премии белорусская писательница Светлана Алексеевич, ну, Алексеевич, наверное, да? Ну, естественно, она в центре событий, как бы волнуется о том, что с ее страной происходит. И она призвала Александра Лукашенко уйти в отставку, пока не стало слишком поздно. Но это, так сказать, наивное мечтание интеллигенции, потому что у господина Лукашенко после 26 лет власти два пожизненных пути. Либо пожизненный президент, либо пожизненное заключение в тюрьме. И он это прекрасно знает. Поэтому, как бы, обращаться к нему, так сказать, уходите, пока не поздно. Ну, протущено, скажем так. Хотя, ну, ловят на Нобелевской премии по литературе своими возможностями пользуется, и вот обратилась к президенту Лукашенко. Далее, друзья. В этой ситуации, конечно, все следят за реакцией Кремля. Не буду говорить свою точку зрения, тем более, что во многих, это больше утверждение там из неофициальных источников. Вот. Но важную тему официальной новости РБК можно озвучить одну, ну, чтобы, так сказать, не обострять эту тему. Кремль опроверг сообщение о планах встречи Путина с Лукашенко. Я не слышал ничего о том, что вообще это планируется, вот откуда этот слог пошел. Но, если так разобраться, вот для Лукашенко такая встреча была бы сильной поддержкой, конечно. И вот то, что ее опровергли, и такой встречи не будет, это тоже показывает, что все-таки Кремль старается стоять в стороне от этих процессов. Ну, скажем, тот негатив, который идет на себя не принимать, и правильно. Ну, зачем так? У нас своих тем хватает. И без Беларуси. Далее, друзья. Ну, кстати, об одной из тем, которых у нас хватает. Клава Госдепартамента США Помпео пригрозил Москве огромной ценой за возможный сговор с талибами. Ну, помните эту тему. Она давнишняя. Ну, вот смотрите. Он ее даже всю губил, я смотрю. Он также сообщил, что Вашингтон знает о поставках оружия Москвой к талибаму. Знает, так уже убежденно, уверенно, говорит. Ну, то есть, да, США, отношения США и Россия, конечно, обостряются. Доллар наверх, ничего тут не сделаешь. Друзья, российских новостей крупных сегодня нет. Такое впечатление, что все отдыхают. Много, скажем так, разных событий, которые можно было бы озвучить. Но принципиально на рынок особо ничего не повлияет. Того, что озвучено. Вместе с того, что сейчас у нас в утренних новостях. Далее, друзья. Ну, нет, российская новость есть. Естественно, она вот такая глобальная новость, друзья. Вчера в Москве состоялась официальная встреча Сергея Смалева, руководителя ТРД-групп города Томск и руководителя портала «Ютрейд-ТВ» Игоря Суздакцева. На встрече были обсуждены целый ряд важных вопросов сотрудничества ТРД-группы «Ютрейд-ТВ». В частности, было проведено интервью в Финверсии. В Финверсии мы встретились. Большое интервью отдал Сергей Смалев и его коллега Дмитрий Гулинович на тему алго-трейдинга. Было много острых, серьезных, интересных вопросов. И через неделю где-то это интервью выйдет, мы его с вами обязательно посмотрим. Так что не буду раскрывать, естественно, все секреты вчерашнего события, но уверен, что вам это будет интересно, когда появится интервью через неделю где-то, а потом еще через неделю появится текстовая версия. Естественно, мы подробно все обсудим. Только, коллеги, подводим итоги сегодняшнего дня, событий утра, что монета вчера была… Давайте поставим ее оценочку. Не права, она показала, села состоялся, байпа, WTI, поэтому ставим ей минус, а сами бросаем на сегодня. Итак, WTI, сентябрьский контракт, монеты две стороны, байп или сел, бросаем, волнуемся. Опа, поймали, смотрим, видим, что селк вверх ногами, продажа после обеда, так считает монета, 13 августа селк. Макроэкономика, экономические индикаторы, выходных сегодня нет. Смотрим с вами спикеров и действия центробанков. Так. Вы знаете, ничего такого, на что бы я обратил внимание, так что торгуем сегодня по техническому анализу. Лето продолжается официально еще, напомню, сегодня 13 августа, вот, поэтому все немного поспокойнее. Но уже через несколько дней народ начнет возвращаться из отпусков, поэтому информационное поле будет поактивнее. В подводном итоге, коллеги, сегодня, на мой взгляд, основная идея – это покупка евро, покупка S&P 500. Учится на американский фондовый индекс S&P 500. Я верю, что у него есть еще движение наверх, потому что деньги еще идут, свободная ликвидность есть, и поэтому я так и настаиваю на его росте. Что касается нефти, естественно, вопрос. На мой взгляд, можно сегодня постоять в ней наверх, но, наверное, это цель номер три. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.